Начальник Новошахтинского отдела ГИБДД Николай Быхалов на встрече с горожанами говорил о преступлениях и наказаниях на дорогах. Вопросы, заданные жителями города в этот день, новизной не отличались. Проблема парковки автомобилей в нашем городе обозначилась довольно давно. В рыночное время на проспекте Ленина сложно и пройти, и проехать. Отвечая на этот вопрос, Николай Иванович проинформировал участника встречи о том, что в дни наибольшего скопления машин и пешеходов в этом месте дежурят посты ГАИ. Но постоянно выставлять здесь пост нет физической возможности, так как не хватает сотрудников. Наряды ДПС несут службу на улично-дорожной сети города с учетом аварийно-опасных участков по утвержденной дислокации. 160 протоколов было составлено только в центре города. Это протоколы нарушения правил остановки стоянки. Требуется оборудование парковок, требуется оборудование стоянок. Вы видите, у нас центр города застроился торговыми точками, скажем так, торговыми предприятиями. Люди едут туда за теми иными товарами, машину им девать негде. Не обошлась беседа и без жалоб на светофоры. Как нас заверили в управлении федеральных дорог, они посчитали смету, они сделали проект. И в этом году все эти светофорные объекты будут заменены на новые. С передачей, соответствующей на баланс города Новошахтинска. То есть в этом году будут большие подвижки, будут меняться светофоры, а также будут делаться два надземных пешеходных перехода. Пешеход или водитель – кто прав? Каждый из нас – либо тот, либо другой. Сами понимаете, с пешеходами работать гораздо сложнее. Почему? Потому что пешеход на дороге, как правило, не имеет при себе документов. И чтобы составить на него административный материал, необходимы значительные временные затраты. Именно необходимо пешехода доставлять в отдел внутренних дел, устанавливать личность, а потом только составлять административный протокол. С водителями гораздо все проще. Водители озвучили вопрос, касающийся движения грузовых автомобилей по Красному проспекту и доставляющих массу неудобств дорожным службам, повреждая дорожное полотно. И еще раз о тонировке автомобилей. Ежедневно мы выявляем до 10 фактов затонированного транспорта. Что это значит? Это значит, что при выявлении такого автомобиля составляется административный протокол, 500 рублей штраф, изымаются государственные регистрационные знаки. И если государственные регистрационные знаки не забираются в подразделение в течение суток, то составляется следующий административный протокол – это управление транспортных средств без государственных регистрационных знаков, где мера ответственности идет уже в решение водительского удостоверения. Такие встречи правоохранителей с жителями города, во время которых обсуждаются наболевшие проблемы, наверняка смогут предупредить не одно правонарушение. Водители и пешеходы, будьте взаимовежливы на дорогах. Ваша безопасность во многом зависит от вас.